Доброе утро, коллеги! Я рад всех приветствовать на этой конференции. Я очень рад видеть так много знакомых лиц. И вообще так приятно общаться, здороваться, обниматься и вообще вспоминать, как много и часто мы с вами встречаемся. Всегда очень жаль, что не удается заглянуть в онлайн. Я, конечно, уверен, что Долганин нас смотрит. И он уже давно начал об этом говорить в Фейсбуке. Антон, большой привет. И привет всем, кто смотрит в онлайне. Итак, мы начинаем партнерскую конференцию. Традиционно она проходит в два дня. Первый – технический день, второй – бизнесовый день. Несколько слов про технический день. Хотя, наверное, в начале я должен сказать несколько слов о наших спонсорах. Генеральным спонсором нашей партнерской конференции является компания Rusonix. Давайте поаплодируем за то, что коллеги уже не первый год помогают нам организовывать прекрасное мероприятие. Я также хочу поблагодарить наших спонсоров, компанию Яндекс.Касса и компанию eBay за то, что они в очередной раз стали нашими спонсорами, прекрасные компании и отличное сотрудничество. Спасибо большое им за поддержку всего мероприятия. Итак, как все будет проходить? У нас в начале общий доклад о том, как развивался продукт в предыдущие полгода. Мы постараемся рассказать, что получилось, что не получилось, где мы смогли все выпустить, а где мы застряли. Объясним почему и, наверное, расскажем, когда все на самом деле случится. Вообще на партнерской конференции мы стараемся все рассказывать без, наверное, приукрашивания, а вот то, как оно есть. И вообще цель партнерской конференции – разобрать все, что получилось, а в итоге рассказать о дальнейших планах. Вообще, в отличие от, наверное, работы на заказчика, производство софта – это всегда некая гипотеза. То есть ты выдвигаешь гипотезу и хочешь проверить, она будет работать или нет, будет ли она принята заказчиками, клиентами, партнерами. И уже дальше смотришь, получилось или нет. Поэтому для нас понять обратную связь и вашу реакцию, ваше принятие тех или иных элементов очень важно. Поэтому, пожалуйста, выкрикивайте в зале, задавайте вопросы. У нас будут коллеги с микрофонами, которые помогут задать вопросы. Если вопросы очень длинные, то мы на завершающую часть доклада. Если по ходу и они в тему, то мы постараемся отвечать их сразу. С 11 часов начнется второй поток. Если первый поток будут делать коллеги вот в таких футболках, вы, кстати, можете их найти, потом пообщаться с ними, со всеми, то второй поток – это в основном наши партнеры, технические специалисты, клиенты. И мы там будем рассказывать о самых разных технологиях. У вас программа под руками. Я не буду перечислять, как что будет проходить. Обращу ваше внимание еще на один формат. Он называется митинг-поинты. У вас в руках есть такие элементы. Решили, что так как вопросов много, то разделили по столам, дали, собственно, вот такую программку и на первый, и на второй день, где мы сможем собираться возле определенных столов и задавать коллегам те или иные вопросы. Кажется, что таким образом мы сможем лучше организовать обсуждение между докладами. Я занял 4 минуты. Я хотел еще сказать, что в этом году у нас будет ведущий. И на первый, и на второй день. Я бы хотел представить вам Олега Строкатова, который будет ведущим первого дня. Олег будет следить за тем, они работают над тем, чтобы получилось прекрасное шоу. Олег будет следить за форматом, временем, напоминать нам о том, что мы увлеклись. В общем, следить за тем, чтобы все шло по графику весело и бодро. Итак, я представляю Вадима Думравану, и мы начинаем первый доклад. Прошу, Вадим. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть. Я понимаю, что вы пришли послушать более интересные доклады, но давайте все же посмотрим, что мы выпустили за прошедшие полгода. В целом, наш релиз можно охарактеризовать как новая e-commerce платформа. Основное направление было именно по развитию электронной коммерции. Я бы даже сказал, не просто по развитию коммерции, а вообще по большой реконструкции всей платформы. Этот процесс мы начали, сколько уже, наверное, больше года? Больше года. Больше года назад по переводу всего e-commerce блока и на D7, и на новую архитектуру, и на расширение. И, собственно, это основная часть этого релиза и одна из самых сложных составляющих, над которыми мы работали. Сюда входит как новая концепция техподдержки, которую мы назвали поддержка 24. Мы создали образцовое решение магазина. Также… Ход, там же будут у нас все слайды. Давай будем по порядку все рассказывать. Давайте по порядку. Поддержка 24. Все вы, конечно, знакомы с нашим замечательным клоудменом. Как провести АБ-тестирование? Как настроить персонализацию? Как включить композит? С поддержкой 24 вы найдете ответ именно там, где у вас возник вопрос. Если вы хотите измерить конверсию сайта, вы увидите готовые ответы, уроки, видеоролики, как правильно это сделать и как с этим работать. Каждый день команда поддержки, а также наши клиенты и партнеры готовят для вас ответы на важные вопросы. Если ответ вам помог, пожалуйста, оцените его. Ваша оценка подскажет нам, актуален ответ или нет. Посмотрите видеоролики, воспользуйтесь поиском по всем материалам поддержки, чтобы быстро найти ответ. Расскажите нам, что вы искали и не нашли. Мы подготовим нужные материалы и обязательно… Концепция впервые появилась на Bittrex 24. Все вы, конечно, это помните, все видели. Ну и мы подумали, почему бы, собственно, и Bittrex управление сайтом не применить ту же концепцию онлайн поддержки. Помощь по контексту там, где она нужна. Помощь доступная не только для администраторов, но и для обычных менеджеров магазина, которые выполняют свою ежедневную работу. Наличие множества материалов справочных, обучения, курсов. Я бы, наверное, сказал, что одна из самых важных задач вообще объединить в одном месте все материалы. Потому что их в общем много. Они разбросаны по самым разным сайтам. Кто-то спрашивает, а есть у вас такое? Ну да, есть, но вы не нашли. Вообще это неправильная ситуация. Именно для этого все стараемся объединить, правильно каталогизировать, заиндексировать и дать хорошо, эффективно, в общем, находить там, где это нужно человеку. Еще раз, не только администратору, а именно тем, кто должен пользоваться, то есть конечным клиентом. Ну, если вы не нашли ответ на свой вопрос, то здесь же вы можете обратиться, задать вопрос или непосредственно в техподдержку. Более подробно будет доклад Дениса Шаромова. Он расскажет о том, что стоит за этим замечательным синим человечком. Покажет статистику, так это работает, сколько процентов нашли, ответы, как находят и так далее. Образцово-показательный интернет-магазин. Современный интернет-магазин сделать сложно, но, естественно, мы хотим, чтобы его было сделать просто. Что входит в понятие современного интернет-магазина? Он должен быть визуально привлекательный, соответствовать требованиям поисковой оптимизации, обязательно быть адаптированным для мобильных устройств, обязательно должны быть персональные рекомендации для покупателей, должна быть доступна методика АБ-тестирования для того, чтобы предлагать и повышать конверсию. Он должен быть автоматизирован, например, интегрирован с 1С, должен быть просто быстрым, ну и, конечно, выдерживать высокие нагрузки. В этом релизе мы постарались как раз все эти пункты закрыть. Итак, мы выпустили новую версию решения. Оно готово к немедленному использованию. Проработан публичный каталог, интегрирован умный фильтр, который мы тоже доработали. Он работает на основе фасетного поиска наших любимых инфоблоков. Есть поддержка бигдата, есть компонент рекомендаций. И, конечно, композитный режим включен по умолчанию. Доработана корзина. Сейчас перерабатывается процедура в алюминии заказов и персональный раздел. Обо всем этом будет, опять-таки, отдельный доклад. Вы увидите прямо вот в действии, как все это работает. Ребята детально подробно расскажут, что выпустили, в каком объеме, где, как и так далее. Ну, адаптивный проект. Это, наверное, одна из важных составляющих. Ну, по порядку перечисляем, каким образом выпустили. Верни, пожалуйста. Ну, ладно, давай посмотрим эту часть. Я хотел несколько слов сказать, что мы продолжаем и обновляем конфигурации для 1С, выпускаем интеграцию. По-моему, Юр Волошин, у вас будет по интеграции с 1С в вашем докладе? Нет, не будет? Ну, прямо сейчас для Казахстана ведутся работы активные по конфигурации 1С для Казахстана. Да, если по этой части, по интеграции с 1С есть какие-то вопросы, я адресую вас к Юре Волошину, пообсуждать с ним и согласовать, если что-то необходимо дорабатывать. Реальность уже такова. Я однажды писал в Facebook. На одной из встреч с Google коллеги сформулировали следующим образом. Первичный – это мобильный сайт. И в качестве дополнительного вы можете сделать сайт для дисктопа. Потому что они рассуждают таким образом, что большинство пользователей сегодня открывают сайт с мобильного устройства. В целом, это любопытный взгляд на изменение парадигмы. Он очень непривычный для нас с вами. Потому что мы профессионально сидим всегда в ноутбуках, компьютерах. И мы не очень понимаем, как вообще люди могут считать основным устройством свой смартфон. Но для многих это единственное устройство. И статистика говорит, что и в мире, и у нас уже, собственно, больше 50% – это мобильные устройства. И, в общем, если не в такой парадигме, то обязательно делать адаптированный мобильный магазин для того, чтобы сайты работали. Предлагать услугу клиентам, предлагать перевод их сайта, изготовление мобильной версии, конверсию на нем мерить. Ну и вообще работать с мобильной аудиторией, как с особой аудиторией. И все наши технологии, которые мы в последний год представляли, мы как раз на этом решении применили. Это и объединение сжатий CSS, и ускорение сайтов, в том числе и сжатие ресурсов на лету, и перенос JavaScript в ней страницы для того, чтобы быстрее загружалась видимая часть. И, конечно, включен композит по умолчанию. Итак, мы можем сказать, что наше типовое решение быстро работает. И это доказывает, собственно, измерение. Конечно, магазин также должен выдерживать высокие нагрузки. Для этого мы приготовили новую версию виртуальной машины с обновленным PHP. Также у нас есть управление масштабированием через специальный модуль, связанный с виртуальной машиной. И, конечно же, географический веб-кластер. Все это было уже давно. Я бы отдельно отметил, что помимо отдела разработки у нас есть еще два отдела внутри компании. Отдел по безопасности и отдел по нагрузкам. Вот задача отдела по нагрузкам. Перед тем, как решение уйдет, собственно, у них есть объемы демоданных, по-моему, там миллион заказов, какой-то большой каталог, есть нагрузочные стенды, на которых они прокатывают это решение. Есть записанные готовые сценарии типовых работ с проектом, с магазином, с оформлением заказов. И, собственно, делается проход проекта перед тем, как он уйдет. Это и касается типового решения и новой e-commerce платформы. Мне кажется, у нас были где-то замеры о том, что новая e-commerce платформа получилась быстрее по отношению к предыдущей. И из-за изменения архитектуры, базы, по-моему, там какие-то десятки процентов. Да. Коля формулировал по ускорению по платформе. Специально проверялось на быстродействие, ставили стики, мы их решали для того, чтобы решение работало быстро. И в целом на основе этого решения магазин можно уже собрать буквально… Готовое хорошее фундаментальное решение, на котором можно начинать. На котором можно начинать работать, которое можно предложить клиенту, в целом показать наиболее востребованный функционал, исходя из него уже уменьшить себестоимость по запуску проекта для клиента. Современному интернет-магазину, как и любому современному сайту, требуется хорошая система рекламы. До сих пор у нас был довольно-таки устаревший компонент рекламы, если вы помните. Редко обновлялся. Но в этом релизе мы сделали большой шаг вперед и выпустили очень продвинутый компонент рекламы. Теперь вот он может вот так вот красиво все делать. Оторваться практически невозможно. Я технического директора спалю. Это он выбрал этот баннер. Настоял, переборол маркетинг. Прекрасный получился демо-магазин, мне кажется. У нас некоторые разработчики жалуются, что вот жены не понимают, чем их мужья занимаются на работе. А вот баннерами. В общем, суть в том, что мы значительно переработали модуль рекламы, сделали компонент специальный. И то, что редактируется в форме баннера, это на самом деле вы выбираете параметры компонента, параметры шаблона компонента. И мы сделали ряд шаблонов, которые по-разному показывают баннер под разные технологии. Слайдеры, bootstrap и так далее. Вы в форме выбираете параметры этого компонента, и он красиво показывается. При этом отдельно есть слои текста, заголовка, картинки. То есть вам не нужно уже вникать в HTML, чтобы сделать многостраничный баннер. Жить стало проще с этими баннерами? Ну и кроме того, баннеры адаптивные. Не проснулись, да? Баннеры отвечают требованиям адаптивности, тоже адаптивные. То есть они могут подходить под разную ширину страницы и под мобильный экран. Новая система обработки заказов. Но мы над этим очень долго работали. К сожалению, еще не все выпустили. Вот буквально вчера мы выгрузили версию с переработанными службами доставки и платежными системами 16.02. Это в бета-версии. Следующим шагом мы хотим выпустить компонент сейлордер.ax по созданию заказа. А когда мы выпустим его? Следующая версия 16.03. Там будет компонент каталога с сортировкой. Завальный вопрос, да? И, наверное, 16.04 уже будет сейлордер.ax. Опять-таки будет подробный доклад у Алексея и Юрия о том, как устроены новые системы оплаты и доставки. Там очень интересно, поэтому обязательно посмотрите. Там новая схема работы, новые возможности, новый функционал, новая API и так далее. Я понял, что мы не ставили в эту презентацию. Юр, вставь к себе нашу вот эту новую схему архитектуры e-commerce. Она у нас в этом докладе не присутствует. В свою попробуйте всунуть. Уже не получится? Ну, посмотрите, попробуйте. Новая система управления складами и много очень других важных вещей. Отдельно нужно сказать про торговые предложения, которые опять-таки в типовом решении представлены. Юрий опять-таки расскажет о них подробно. Вообще СКУ, СКУ, СКУ в каждом релизе, в самых разных вариантах по вашим запросам, в тех или иных составляющих. И мы будем про 16.5 рассказывать, и там тоже будет присутствовать СКУ, все потребности, которые с этим связаны. По большому счету ни один интернет-магазин без этого уже не живет. Вышел очень полезный функционал подарков, о котором нас очень долго просили, спрашивали. И вот в 16-м релизе он вышел и также доступен в бета-версии магазина. И тоже адаптивный. Вчера, кстати, был пресс-релиз о том, что выпущена совместный пресс-релиз с eBay, о том, что выпущена интеграция. Вообще надо сказать, что делалась она долго. Это потребовало существенных изменений со стороны eBay. Потому что сценарий, который они предложили, оказался довольно сложным. И мы как бы объясняем, что в общем-то это тяжеловато. Вышли в обсуждении на изменение схемы. И из одной и второй итерации раз за разом появлялось все более и более простое решение. На самом деле иногда мне удивительно, что они все-таки так работали. Но вот на сегодняшний момент она нам кажется сложноватой, но это вы не понимаете, насколько проще, чем первоначальный вариант. То есть в целом вариант получился по подключению магазинов очень прогрессивный и в общем достаточно легкий. Мы считаем, что магазины будут пользоваться eBay и Яндекс.Маркетом пользуются очень активно. Рассматривают клиенты это чаще всего как трафикогенерацию, генерацию по заказам. Итак, почему мы нашу новую платформу называем новой платформой и почему столько времени она заняла? Дело в том, что модуль магазина был полностью переработан от начала до конца, с самого низа до самого верха. Это и новые классы, основанные на ОРМ, и новые подходы программирования классов, основанных на ООП, использование таблетов новых, и компоненты новые, основанные на файлике класс.пхп на ООП. И поскольку набор сущностей очень велик, а взаимодействие между сущностями очень активное, то вот эта вот вся наша разработка, к сожалению, заняла немножко больше времени, чем мы рассчитывали. Но что мы получили взамен этого? Можно я один момент добавлю? Вообще, конечно, это такой, по сути, философский вопрос. Вот есть платформа, ее нужно реконструировать. Есть два варианта. Сделать совсем новое и сказать, переходи. А то старое оставить, как есть. И сделать совместимую платформу, но новую по архитектуре, но обеспечить преемственную совместимость API, перенос данных и массу других вещей. Первый вариант, конечно, сильно проще. Очень многие игроки на рынке вообще в разработке софта выбирают такой путь. Потому что он реально проще для разработки. Он несет меньше рисков в себе. Но задача сохранения инвестиций с точки зрения клиента или с точки зрения партнера в разработку проекта, создание интернет-проекта для клиента, этот вопрос уже перестает существовать. То есть мы реально выкидываем все, что сделано ранее. И мы решили, что мы не можем по этому пути идти. Поэтому выбрали путь создания и конвертации в новую платформу. Возникают все время какие-то нюансы, вопросы, но в целом мы уже прямо очень близки к тому, чтобы платформу отдать. Есть масса плюсов. И очень здорово, что мы по этому пути пошли. Насколько я понимаю, уже Юра говорил, две с половиной, что ли, тысячи магазинов. Больше двух тысяч клиентов уже конвертировали свои магазины. Мы свой магазин конвертировали. И в общем, есть еще нюансы. Ребята пока не отдали это в релиз. Но в целом мы прям подобрались к завершению этого сложного процесса. Так вот, мы получили возможность дальнейшего роста платформы, потому что в архитектуре уже заложены все изменения. Мы получили возможность, например, частичной отгрузки заказа, частичная оплата заказа. То, чего не было раньше. И то, что было проблематично на старой технологии сделать. И сейчас мы, в общем-то, уверены в развитии магазина, потому что нас ничто не сдерживает. Итак, можно сказать, что наша новая платформа соответствует современным требованиям и масштабам электронной торговли. что эта своевременность решения связана еще и с тем, что магазины становятся больше. Магазины становятся более ответственными. Они становятся частью бизнеса очень многих компаний. Они должны быть лучше и совершенно по-другому синтегрированы, например, с ERP-системами. И этот процесс развивается. Компании строят им больштабные решения, интерпрайз-решения. И если вы обратили внимание, мы активным образом работаем над планкой один из Bittrex Enterprise. Это решения, которые готовы к масштабированию, к развитию больших комплексных решений. И, в общем, без реконструкции платформы это было бы очень сложно сделать. Я думаю, что у нас будет самая современная платформа. Вот мы должны зарелизить сам факт. И мы будем обладать самой современной платформой на рынке. Современный магазин немыслим без активного e-mail маркетинга. На современный момент это один из самых эффективных рекламных каналов. Он позволяет информировать клиентов о новых поступлениях, расширить клиентскую базу, а также увеличить конверсию путем целевых рассылок. И в этом релизе мы усилили. Помните, у нас вышел модуль e-mail рассылок. А у тебя ролика не будет тут? По визуальному редактору? Ролик есть по визуальному редактору. Триггерные рассылки у нас вышли в прошлом релизе, если вы помните. У нас был доклад очень интересный. Мы прямо в зале показывали, как они работают. Но письма хочется создавать еще легче, еще проще. В итоге мы значительно доработали редактор писем. Сейчас он очень визуальный. Появилась новая версия визуального редактора, так называемый блочный редактор, который позволяет редактировать визуально отдельные блоки, не затрагивая общую структуру документа. Что очень удобно для менеджеров, которые редактируют только то, что им нужно. Или выбирают уже готовые блоки. Для этого редактора потребовался парсер HTML и в ядре появился соответственно DOM. Парсер можете теперь его использовать тоже, если вам нужно. Понимаю, мы еще не довыпустили эту часть. Она где-то стоит прямо на выходе. Прямо сейчас это на тестировании и буквально готово к выпуску. Это вопрос нескольких дней. Вот видите, как работает блочный редактор. Редактируются отдельные блоки. У нас вообще большие бланы на этот редактор. Его с большим запасом делали. Справа есть ряд готовых блоков. Считаем, что можно будет ему найти много разных применений. Кстати, отличный вариант просмотра, как эта же рассылка будет выглядеть в разных вариантах. Мы создали несколько шаблонов, которые адаптивны. И сразу подходит и на дестоп, и на мобильную версию. И мы надеемся, что это существенно улучшит и простит работу с письмами. Мы считаем, что инструмент рассылок должен быть в составной части платформы. Собственно, вот этот выпуск, триггерные рассылки, система рассылки, система работы с шаблонами, сбор статистики, анализ вообще рассылок – это составная часть. И мы завершим этот модуль, завершим его выпуск. Но я вот, собственно, думаю, что на ближайшей неделе мы отдадим его для работы. Наша цель, чтобы вы отказались от внешних сервисов рассылки. И буквально перед партнерской конференцией мы поставили этот модуль на наш сайт. И сейчас его обкатываем на нашем сайте, выявляем недочеты, исправляем, чтобы мы могли использовать. Вадим, нам влекает, что у нас 5 минут на этот доклад, на эту часть. Вообще, я обещал маркетингу, что не буду больше подписывать счета на другие какие-то сервисы. Они сначала заволновались, потом пошли в разработку, начали обсуждать. В итоге вроде как все хорошо получается, так что все следующие рассылки будут идти через наш сервис. Рассылки теперь у нас не просто красивые, но они еще и персонализированы. Мы научились использовать нашу облако, нашу бигдату для создания персональных рекомендаций в рассылках. Как вы помните, в рассылки сейчас можно вставлять специальные почтовые компоненты. Были написаны компоненты. Верни, пожалуйста, назад. Мы не будем больше говорить про бигдату, но я бы хотел несколько слов вообще сказать о том, что эта компетенция и вообще опыт обработки таких датчиков представляют некую уникальную функцию на рынке. Собрали мы, смотрите, тут почти 20 тысяч магазинов. Вот это миллиард обсчитываемых событий, 18 миллионов уникальных товаров за один месяц, 402 тысячи уникальных посетителей, уникальные куки. Там есть некоторые 402 миллиона. И вообще это огромный массив. Саша Сербул, Саша Демидов иногда делают доклады. Мне кажется, у нас будет один доклад или на этой не будет конференции. Будет уже, да? Мы рассказываем о том, как вообще это все устроено, как эти объемы можно переварить и как их обсчитать. И я думаю, что наш сервер персонализации самый популярный на рынке по численности того, который есть. Причем мы работаем в автоматизированном режиме. Существуют индивидуальные тюнинги, но это как бы уже сервис, это услуга. А так как из коробки нужно давать автосервис, вот мне кажется, у нас получился очень хороший и популярный сервис для рынка. В прошлом релизе компонент BigData вы могли поставить в каталог. Мы его включили в типовое решение. Сейчас мы хотим, чтобы рассылки проходили более персонализированные, чтобы повысить конверсию. Мы создали три сценария персонализированной рассылки. Первый сценарий – это триггерная рассылка, когда автоматически создается выпуск, основанный на заказе. Заказ является входящим параметром компонента BigData и по нему выбираются товары, которые могут быть интересны клиенту, который выполнил этот заказ. Второй сценарий – это сопутствующий товар. Это понятные сценарии с точки зрения персонализации. Чтобы допродавать, увеличить средний чек. И третий сценарий – это когда у вас есть товары конкретные, и вы должны выбрать получателей под эти товары. То есть наша система, наш BigData решает, каким пользователям эти выбранные товары могли бы быть интересны. Это такой способ избавления от складских остатков. задача подыскать по вашей базе, по тем, кто у вас ходил, вообще тех, кому может быть интересен вот этот фотоаппарат. Я не знаю, он ходил на него когда-то, смотрел, каким-то образом засветился. В этом, наверное, состоит основная часть. Вадим, нам говорят, что у нас минута. Поехали дальше. Нам нужно… Реализовано все это на компоненте, поэтому вы сами можете формировать выпуск по любому шаблону, размещая этот компонент. И мы в прошлой конференции рассказывали, что можно делать свои триггеры, которые можно обрабатывать и использовать триггерные рассылки. Кастомизировать, можно свои источники e-mail настраивать. Все готово для настройки разработчиками. Мы добавили единую авторизацию в административный раздел. Идея состояла в том, чтобы вы могли использовать сингл-сайн-он для вообще своих сайтов. Кто уже обратил внимание на эту новинку? Любопытно. А кто подключил себе, привязал? Не так много рук еще, но мы постараемся вам напоминать каждый раз, чтобы вам было удобней. Поехали, Вадим. У нас, к сожалению, уже мало времени. Авторизация появилась везде автоматически при обновлении. Если у вас есть аккаунт на нетворке, вы можете воспользоваться для того, чтобы авторизовываться единым паролем на всех своих сайтах. Вообще это у AUS 2.0. Когда вы установите это обновление, оно автоматически получит идентификатор в Bittrex Network, Bittrex 24 Network, поставит его и предоставит авторизацию внутри буса. Им можно пользоваться, можно не пользоваться, но система несколько раз предложит каждому человеку произвести привязку или создать себе Bittrex 24 Network аккаунт и связать, собственно, тот аккаунт на сайте с теми, которые есть. Ну, наверное, из сегодняшнего доклада 16.5 вам станет лучше понятно вообще, куда мы развиваем эту концепцию. Обновилась платформа мобильная, об этом будет отдельный доклад. Женя Петриченко нам расскажет. Итак, чтобы поитожить, что у нас появилось в новой версии 16. Поддержка 24 в виде нашего клаудмена и лежащего за ним бэкэнда. Новое решение магазина, новый модуль баннеров. Олег, давайте несколько вопросов, пока Вадим подводит итог. Да, коллеги, вопросы. Несколько вопросов по управлению сайтом, а потом последовательно пойдем уже к Bittrex 24. E-mail маркетинг, единая авторизация и развитие мобильной платформы. Вот все люди, которые участвовали в развитии нашего продукта. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу модуля баннеров. Да. Появилась ли там возможность загрузки HTML5 баннеров? Какая возможность? HTML5 баннеров. Можно загружать? Да. Потому что раньше не было. Сейчас вы можете сделать шаблон компонента практически любой, какой вам удобно. и менеджеры будут просто управлять параметры этого шаблона. Ряд шаблонов мы уже включили в поставку. Там в том числе совершенно современные шаблоны на HTML5. Вопрос еще. Давайте еще. Михаил Болдарьев, студия Клондайк. Вопрос про email рассылку. Ну, то есть вот сейчас у нас магазин, мы настроили шаблоны, все красиво. Отправляем 80 писем, и нас Яндекс, ПДД, либо Google Apps начинает банить. Соответственно, реально клиенту обычному использовать сайт на обычном хостинге без поднятия собственного сервиса рассылок нереально. То есть как бы продукты есть, 80 писем это вы что, одному абоненту что ли отправили? Нет, просто вот, допустим, у тебя есть там база 10 тысяч emailов, и как бы тебя через 8, ну там 80-100 у тебя происходит бан, и фактически там, ну тебя выкидывают. То есть реально пользователи… Нет, ну как-то вы это утрируете. 80-100, конечно, не происходит, но вообще мы думаем над тем, чтобы появился самостоятельный сервис. Мы будем общаться и с Яндексом, и общаться с другими компаниями, и может быть свой сервис сделаем для того, чтобы минимизировать риски вот с этим попаданием в стоп-листы и в рассылки. Ну и кроме того, мы планируем настройки по активности рассылки, то есть чтобы снизить нагрузку, ввести ее в пределы допустимой. Давайте еще вопросы, пожалуйста. Наталья, я в компании «Выпуск». Вопрос про умные фильтры. ЧПУ подключили, отлично, спасибо большое в каталоге. Но если мы размещаем умные фильтры на главной странице, как бы с ЧПУ? Потому что при нажатии на поиск, соответственно, он выдает гет-параметры. Когда будет реализация ЧПУ и при других разделах? Вопрос. По архитектуре продукта главная страница не может работать в режиме ЧПУ. Просто ссылки с умного фильтра ведут соответствующие разделы. Урлы выглядят как ЧПУшные по умному фильтре, но реально список товаров по результатам фильтра – это уже другой раздел, который как раз в режиме ЧПУ. Ну вот Максим Смирнов на круглом столе может вам в подробностях рассказать, где чего можно настроить, чтобы работало, как вы хотите. Потому что там действительно большая работа была проведена. И мне кажется, что там все что угодно сейчас можно сделать. Спасибо. Давайте пойдем к следующему докладу. по BITREX24 расскажем, что выпустили за предыдущие полгода. ПОБИЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОБИЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОБИЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОБИЛЬНАЯ МУЗЫКА